Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня погода позволяет сходить, отовариться, что-нибудь в супермаркете купить. Я так и сделала, в сельпо было. Мороженка вкусная. И недорогое, где-то 5 гривен. Такое, как крем-брюлет, я люблю. Кое-что купила. Хотела и моцареллу купить, думала, будет по акции. Нет, нету. Две штучки были, 60 гривен. 60 гривен это шарик маленький, 125 грамм. Ну, подождем, будет, может, скидка на моцареллу. А так, ничего такого не было. Хотела колбаску купить. Браун Швабска, по-моему, покупаю. Только это была такая сальная, такие кусочки сала крупные я и не захотела покупать. Обычно там почти не видно сало, меленько все. А это что-то не то и не купила я. Сейчас покажу, что купила. Вот сосиски, кроха вместо колбасы взяла. Двести девяносто грамм на сорок шесть гривен. Сыр такой взяла. Сколько тут? Сто грамм. Я не хотела много, поэтому даже порезанный взяла. На двадцать шесть гривен. Сыр до звени. Ну, тут никогда не прочитаешь, гляньте, название. Звен до бряна или что. В общем, до шесть гривен. Моцарелла сыр. Ну, это вообще для кулинарных изделий. Так, я его не ем. Посыпать, потереть на что-нибудь. Так, здесь у нас двести семьдесят восемь грамм. На пятьдесят пять гривен. Так, чеснок молодой одну штучку купила. У меня дома есть пару штук. Какой-то мелкий такой старый. Это захотелось такой. По тридцать пять девяносто девять на гривну восемьдесят. Такая штучка одна. Вот такой чесночок. Помидоры. Розовые. Розовые взяла. Почему розовые? По сорок девять девяносто девять. Двести грамм. Две штучки. Одиннадцать гривен. Почему я их взяла? Они не такие каменные. Есть чуть дешевле, но каменные без вкус. Знаете, хорошие. Какой-то вкус имеет и чуть помягче, чем остальные. Ряженку. Не часто беру, но захотелось ряженку. Ряженка пятнадцать гривен это. Яблоки, я скажу, в этом году очень дорогие. Вот продавали на той неделе, по-моему, брала апельсины. Дешевле яблок были. Яблоки брала украинские, по двадцать. А это взяла по семнадцать сорок девять. Чемпион яблоки. Но это второй сорт. Что-то там не того, но нормальные я посмотрела. По семнадцать сорок девять на тринадцать семьдесят один. Сушка малютка погрызть. Вместо семочек. По двадцать пять гривен на четыре пятьдесят две. Банана два. По двадцать шесть тридцать девять, но это второй сорт. На девять шестьдесят шесть. Два банана. Вот такие покупочки. И всего сколько там чеки, Коля? Двести двадцать. Двести пятьдесят. На двести гривен. Все это. Эти покупочки. А так, вот такие покупочки. В Киевстарт зашла по поводу Вайбера. Я как-то у меня был Вайбер. Дома же вайфай есть. И Вайбер был. Пошла в Киевстарт. Там меняли. У меня тариф было за месяц тридцать пять гривен. Потом что-то такое там меняли. Сейчас сорок пять гривен. То в то время, как меняли мне это, что-то начал мне этот оператор говорить, что Вайбер типа платный по пять гривен. Что он мне там наговорил? Я отключила его. А вчера дети прислали мне фотографии. Говорят, у тебя Вайбер есть? Я говорю, нет. Ну подключи, подключила. То сегодня еще раз зашла в Киевстар. Он, слава богу, в Сильпо у нас. Узнала все бесплатно. Ну если с Вайбера на Вайбер звоню. Мне по-другому и не надо. Но это надо мне лапши было навешать, что платная. В общем, вот такие вот дела. Настроение нормальное. Так как погода не парит, не варит, не жарит. Хотя сегодня будет дождь. Это точно. Желаю и всем хорошего настроения. Всего вам доброго. И до новых встреч.